Челябинские троллейбусы могут стать беспроводными. О такой модернизации задумались транспортники. Бесконтактные машины планируют заряжать от специальных устройств на остановках. Когда инновацию опробуют, пока неизвестно. Как раз сейчас над бесконтактной технологией работают и атомщики. Они готовы превращать троллейбусы в электробусы. Как? Об этом в нашей рубрике «Новости Росатома». Это Мегаполис. Новый троллейбус со стильным дизайном, обладающий плавным бесшумным ходом. Оснащенный системой кондиционирования и розетками для подзарядки смартфонов. Но главное его отличие от старших рогатых собратьев – возможность автономного движения без подключения к контактной сети. При необходимости контактная сеть покидается, и троллейбус может двигаться как автономный электромобиль, электробус, перевозить пассажиров в тех местах, где не оборудована контактная сеть. Это дает возможность городу иметь продолжение маршрутов без дополнительных вложений капитальных средств на устройство контактной сети. Способность передвигаться самостоятельно троллейбус приобрел благодаря литий-ионному аккумулятору. Заряда батареи хватает на 50 километров свободного хода. А чтобы его восполнить, достаточно снова поднять штанги к проводам и продолжить движение. Эта так называемая динамическая подзарядка позволяет существенно сэкономить бюджетные средства, так как не требует создания специальной зарядной инфраструктуры на конечных пунктах маршрута. Накопители энергии с возможностью восстановления заряда от контактной сети производят на одном из предприятий Росатома – Уральском электрохимическом комбинате. Пару лет назад их успешно применяли только для внутренних нужд – на электропогрузчиках и электротележках. Сегодня производство литий-ионных аккумуляторных батарей стало новым неядерным бизнесом УЭХК. Мы сейчас с одной из фирм проводим модернизацию накопителя энергии, который здесь стоит, и в дальнейшем планируем с улучшенными его характеристиками поставлять на ЗАО «Тролза». Серийное производство этих накопителей будет у нас, ну, значит, соответственно, они будут стоять во всех троллейбусах, выпускаемых в «Тролзе». Троллейбусы, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, уже прошли тестовые испытания в ряде городов России и за рубежом. Положительные отзывы об автотранспортном средстве в целом и о накопителях энергии в частности дают основания руководству Уральского электрохимического комбината ставить амбициозные цели до конца 2018 года увеличить выручку от неядерного бизнеса минимум в три раза.